Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Race Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Смотрите, первым делом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем Fluxus. Пока что на данный момент из всех читов работает только он. И напоминаю то, что он работает только на версии Roblox от Microsoft Store. То есть на браузерной версии он не будет работать. Так же, как и вот эти все остальные читы. После того, как вы скачали, в поиске пишем Race Simulator, нажимаем поиск. И на этот режим есть один скрипт. Здесь почему-то еще на другой режим нашелся скрипт. Ну ладно, в принципе, не суть. Значит, чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. Также напоминаю то, что чит используется с ключ-системой. То есть сначала, чтобы зайти в чит, вам нужно будет получить ключ. В принципе, это все делается легко. Также прикреплю видео, как скачать и получить ключ. Можете посмотреть. Далее вставляем сюда наш скрипт, который мы скопировали. Сейчас давайте немножко побегаем, чтобы чит лучше заинжектился и не было никаких проблем. Дальше нажимаем ввести и ждем, пока произойдет инжект. Короче, смотрите, в основном как понять, произошел инжект или нет. Ну то есть, получился или нет. Вот здесь пишется, как видите, inject fluxus. И когда вот эта надпись пропадет, либо вы заинжектитесь, либо же нет. Обычно еще внизу, в нижнем правом углу, пишется вот здесь вот. То, что чит заинжектился или нет. Но это не всегда табличка появляется. Так, и почему-то долго инжектится. Странно. Давайте побегаем. Обычно это намного быстрее происходит. О, все, вроде заинжектился. Дальше. Нажимаем кнопочку запустить. И смотрим. Если скрипт появляется, значит инжект прошел. Если нет, значит нужно перезайти. Так, давайте я сейчас быстренько перезайду и мы с вами продолжим. Так, все, я перезашел. Заново пробуем инжектиться. Надеюсь, в этот раз все получится. Все, отлично. В этот раз вот эта надпись быстро пропала. Дальше нажимаем еще раз запустить. Смотрим. Должен появиться скрипт. У меня почему-то зависло. Да. Весело. Ну, в принципе, вот вам пример на личном опыте. Смотрите, какие могут происходить проблемы. Хотя нет, отлагало нормально. Хотя могло вылететь. А также, кто использует чит Fluxus, ну и в принципе любой чит на версии Roblox от Microsoft Store, тот знает, что здесь очень частенько вылетают и случаются ошибки. Так что к этому нужно привыкнуть. Ну, давайте проверять. Я уже до записи видео проверял. Все работало. Давайте еще раз на записи проверим. Включаем функцию WinFarm. Смотрим, что происходит. Как видите, я куда-то тп хуюсь. Тп хуюсь я получается на финиш. И тем самым зарабатываю победу. Все, останавливаем фарм. Почему-то я оказался на другой локации, на другом мире. Ну ладно, в принципе, это не суть. Здесь, по идее, должно быть автооткрытие. Но, к сожалению, автооткрытие только есть на яйце за 20 тысяч побед. Ну давайте его, в принципе, проверим. Как раз у меня хватает. Да. Как видите, автооткрытие работает. И автооткрытие работает на дальнем расстоянии. То есть не обязательно около яйца стоять. Это большой плюс. Мне выпал эпик. А, ну это самый фиговый пэт получается. Ну ладно. Давайте его возьмем. Х58 мультиплеера дает. Так, давайте глянем, сколько мне сейчас за победы давать будут. Тоже по 3000. Странно. По идее, вроде бы больше должны были давать. Дальше есть функция Speed Farm. Это Moon. То есть на лунной локации. По идее, я сейчас здесь нахожусь. Но она вроде бы у меня не куплена. Если она не куплена, то, скорее всего, работать она у вас не будет. 15 тысяч побед. У меня есть. Так, все отлично. И проверяем эту функцию. Да, как видите, эта функция работает отлично. То есть с помощью вот этой функции мы можем зарабатывать шаги, либо же скорость. Как видите, тоже все прибавляется четко. Так, мне интересно, оно сможет дать умножение на победы? Нет, почему-то не дает. Странно. Также есть After Rebirth, After EQ Best и Craft All. Craft All это скрафт из всех питомцев. То есть эволюцию им сделать. Если у вас хватает количества пэтов. Чтобы здесь сделать эволюцию этого питомца, нужно 3 пэта. Но, к сожалению, у меня не хватает. Но давайте проверим. Может быть получится. Нет, как видите, ошибку пишет. Но эта функция работает. А также одеть лучших. Давайте его снимем, проверим. Да, эта функция тоже работает. И последняя оставшаяся функция это After Rebirth. В принципе, она тоже будет работать. Включаем ее и смотрим. Да, Rebirth делался. Все четко. В принципе, у меня на этом все. Показал все функции, которые здесь были. Как видите, все функции полностью рабочие. Все круто, все четко. С вами, как всегда, был Isban. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. На этом все. Всем удачи и пока.